здравствуйте мои дорогие зрители с вами школа рукоделия и я вика сегодня быстренький обзорчик на коллекцию трикотажа от бронелла кучинели я нахожусь в поисках нового проекта поэтому ищу чтобы я еще такого интересненького связала и вот влезла к нему магазинчик и хочу показать хочу показать вам и услышать ваше мнение в комментариях я джим перочек какой-то потому что кофточек у нас уже по моему пока достаточно вот первый показываю простенькие летучая мышь его я скорее всего вязать не буду но показываю вам как вариант могу сделать разбор но я думаю видите здесь поперек два вида нормальное вязание и поперечное вязание в нем вот это первая вещь тут вот есть у него такие вот вещи которые тоже трикотаж на понятное дело что вязать мы не будем такое но просто показываю вам как идеи вот интересная вещица девчонки конечно мне бы хотелось ею заморочиться ну вот вопрос в том буду ли я я я ее носить видите такой джемпер вы конечно можете перейти на официальные сайты посмотреть спокойно эти все модели вот тут чисто спортивный интерес у меня играет вот повторить вот эту вещицу цена ее ошеломительная 4 300 евро вот этого джемпера альпака махер шерсть состав но интересная согласитесь интересно очень вот это крючком с камнями отделка вот этот кардиганчик хотела вам показать и хотела обратить внимание этот узор я уже разбирала весной вот этот узор у меня есть на канале я оставлю в описании под видео обязательно ссылку а связать его можно легко по вот этому последнему моему мастер-классу кофточки от зары вот и я думаю будет совсем то я показываю потому что есть у меня узор этот и кофта по сути есть описание тоже есть хотела показать вот этот обязательно вам свитер из мохера на лицевой глади вот такая вышивка девчонки кто в курсе напишите мне по какой технологии выполнена эта вышивка думайте классическая или как-то особое особое какое-то умение надо на этом я что-то вот поближе не знаю наверно обычная вышивка на этаж можно с ума сойти так вышивать чем напишите мне что вы думаете в какой технике это все выполнено вот смотрите девчонки кардиган из мохера всем нами известные вытянутые петли смотрите вязать точно не будем но просто опять же показываю здесь похоже что вытянутые петли видите из мохера выполнены 3 и шерсти связано сами вот эти ряды из мохера подождите а написано здесь кардиган в полоску из мохера и шерсти вот тоже что я говорю с отстроченный мехом как это понять отстроченный мехом не знаете нужно знаете напишите как это отстроченный что это некорректный перевод чем не знаю такой вот жакетик он то интересно в дуэте с этим комбинезончиком все как бы продумано да вот я допустим не знаю чтобы я хотела под него так вот еще свете рок таким узором я его не буду открывать просто покажу что как бы этим узорами и джемперочек хорошо смотрится открою вот этот рядом но этот вот нравится мне очень коса вот видите опять же из того же узора который у меня есть как бы модифицированная в такой кусок могу сделать разбор узора по сути самый свитер он элементарный простой даже тот который у меня основа есть как бы на все размеры видео можно по нему связать просто сделать разбор узора это я вам предлагаю как бы потому что а может я и себе такой свяжу в общем я еще подумаю может этот а может еще сейчас вас ждет впереди вот у меня дилемма между этими двумя с джемпер очками какой какой из них связать буду полагаться на ваше мнение этот несложный просто комбинация разных узоров а по сути сложности там никакой нет вот можем связать этот вот кардиган из мохера с пайетками вот видите я возмущалась по поводу блестящей пряжи которую мне дали он асимметричный да девчонки что-то я не пойму смотрите одна палочка здесь 2 где-то здесь вот я же говорю возмущалась по поводу блесток вот держите пожалуйста камни блестки хотят чуя возмущалась если боя что-то не поняла а как же он сделан вот здесь я вижу его как как это как асимметричные полочки девчонки может кто его видел в оригинале напишите вот еще один кардиган в полоску с блестящими полосками в английскую рубчик из натуральной шерсти кашемира и шелка все-таки здесь некорректный перевод а вот смотрите вот классический вот этот можете связать полу патентной он прячься уже полу патентной резинкой по вот этому я оставлю ссылку основа на все размеры вот по нему вы можете из шерсти связать потой здесь и рука вот смотрите точно такой же как я объясняла там у меня разбор всех 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 размеров вот по тому расчету он там разбор идет на из мохера из шерсти вот по нему вы можете вот этот вот кардиганчик легко связать на любой размер какой вам нужен вот он этот у нас есть ну и вот девчонки мой фаворит который я склоняюсь к тому что я буду вязать его вот тут которая перед этим по показывала в дырочку он более летний а вот этот вот я бы связала себе заказала шерсть алиэкспресс а вот эту вот мохер шелка не знаю что придет обязательно вам покажу я заказала три вида разных и с вами решим ночью ну вот этот вот мне очень нравится хотя он бы просто из шерсти обычной необычной какой-то облегченной шерсти он был очень хорош кардиган кстати тоже с вытянутыми смотрите вот такой вот джемперочек он как видно здесь видно что он связан из по отдельности не в круговую но сходятся все как бы имитация круглой кокетки видите вот реглан как идет то здесь убавление нет я так понял хотя если вот присмотреться то есть здесь какие-то убавления может это именно на пройму здесь немножко а дальше все сходится как бы за счет узора сокращение идут видите коса уменьшается и еще хотела вас спросить по поводу это классическая коса классический жгут 1 вот смотрите допустим 6 влево 6 вправо или есть какие-то особенности как думаете вязание именно вот этой вот косы напишите мне пожалуйста тоже ваше мнение с удовольствием и с большим интересом почитаю что вы думаете по поводу вот этой вот косы как ее правильно сообразить я ее все таки вот остановлюсь скорее всего на 90 процентов на вот этом вот джемпере мне интересно его сделать да и носила бы я его с удовольствием такой вот вот девчонки все на сегодня а вы мне напишите пожалуйста свои мнения с удовольствием и все изучу учту будем вязать следующую вещь